В Карабалыхской школе имени Абая Кунанбаева открыли кабинет психологической поддержки. Он оснащен современным оборудованием и готов принять всех обучающихся. Идею создания отдельного направления в учебном заведении поддержали местные предприниматели. Подробности в нашем следующем материале. Светлое пространство, оснащенное современной техникой и комфорт. Кабинет психологической поддержки, который открыли в стенах Карабалыхской школы, отвечает всем стандартам. Как говорят представители, психологическое состояние обучающихся – одна из важных составляющих всего учебного процесса. Поэтому идея расширения данной области зародилась давно. У нас был кабинет психологов, но он был маленький. И было неудобно проводить консультации, проводить групповую форму работы. Тем более для штата такой школы у нас два психолога. И изродилась такая идея – именно кабинет создать психологической поддержки, психологической помощи. Потому что в любой ситуации, вот элементарно сегодня, допустим, ребенок пришел, а он в стрессе, может не выспался. Любые могут быть причины. Все, он приходит в этот кабинет, кабинет релаксации, он успокаивается и может спокойно идти на занятия. Также в этом кабинете мы планируем проводить консультации по подготовке к единому национальному тестированию, по подготовке воды, проводить семинары, проводить тренинги. Кабинет разделен на несколько частей. Это зона комфорта, рабочая и песочная. А также зона самовыражения. Последняя направлена на развитие личных навыков и способностей у учеников. В ней, к примеру, они могут практиковать ораторское мастерство, побороть страх публичного выступления и барьеры, связанные с этим. Ведь ни для кого не секрет, что на сегодняшний день имеются такие вопросы. Мы можем это видеть из каких-то материалов, которые поступают, о том, что дети порой нуждаются в этом. И то, что очень отрадно, что у нас сегодня в школе такой класс-кабинет открыт. Владимир Игнатьевич, вам за это большое-большое спасибо. Это, конечно, не останется незамеченным со стороны земляков. Выражаем вам благодарность от местного исполнительного органа. Владимир Кригер является выпускником данной школы. Он окончил её в далёком 86-м году. Однако тёплую связь с ней поддерживает по сей день и активно помогает в её развитии и процветании. Проект по открытию кабинета психологической помощи не первый, в реализации которого предприниматель принимал участие. Ранее он помог с финансированием каоркинг-центра, официальное открытие которого состоялось в прошлом году. Кабинет психологической разгрузки или поддержки, как мы его называем, это идея директора школы, жена Цапаргалеевны. У неё много идей. Это не первая её идея. Я, в общем-то, их всех поддерживаю, эти идеи, потому что, наверное, преемственность поколений. Внук здесь учится. Ну и, в общем-то, школа, она остаётся школой на всю жизнь. Кабинет понравился. В общем-то, сама идея, как он будет выглядеть, она такая новая. До этого я такого не видел. В общем-то, естественно, учителей поддержал. До этого вот каоркинг-центр, там, где мы сейчас находимся, тоже была идея директора учительского корпуса. Вот. И я тоже не представлял, как это будет выглядеть, но в процессе работы мы встречались неоднократно. Значит, эскизы были, рисовали вместе, какие-то идеи добавлялись. И мной были идеи, дополненные учителями. Ну и получается всегда хорошо. Почему? Потому что, наверное, самые креативные люди, учителя, несут добро детям нашим. В общем-то, идеи у них такие связаны именно с позитивом. О своих впечатлениях об открытии такого современного и комфортабельного кабинета поделились и сами учащиеся. Они уверены, благодаря его работе они могут справиться с различными ситуациями, связанными как с личными переживаниями, так и с теми, которые связаны с учёбой. Я считаю, это прекрасный кабинет, прекрасное открытие для нашей школы, потому что некоторым ученикам иногда требуется поддержка психолога. Можно проводить разные тренинги, приходить за советом. И в это время, в наше время, это очень полезно, я считаю. Когда требуется помощь, мы можем прийти и нам никогда не откажут. В любое время нас поддержат, дадут дельный совет. Услугами кабинета могут воспользоваться и учителя. Вопросы профессионального выгорания также актуальны, как и вопросы, связанные непосредственно с детьми, считают представители школы. Специалисты отмечают, проект не последний. Вопрос об открытии воркаут-площадки на территории школы решится в ближайшее время. Я в телеканал Кустанай.